Любовь Эти строки в блестящем исполнении Александра Калягина звучат, конечно, пародийно, но такой подачи требует сама роль. В действительности стихотворение, которое шотландец Роберт Бёрнс написал незадолго до своей смерти, совсем не веселое. Все эти бедности он, сын простого крестьянина Вильяма Бёрниса, угодил с самого рождения. Отец у него был крестьянин-арендатор. Это очень важно, потому что у них не было никогда своей земли. А для шотландца земля – это свобода, это гарантия обеспеченной жизни. Только трудиться надо. Вильям не мог платить за образование всех своих семерых детей. Поэтому грамоте учились только двое сыновей – Роберт и его младший брат. Была у Роберта и своя Арина Родионовна – пожилая родственница, которая жила вместе с ними. И вот эта родственница, которая была такой народной сказительницей. Она очень много знала легенд, каких-то историй. И все это она рассказывала маленькому Роберту. Когда отец Бёрнса умер от непосильного труда, Роберт, как старший сын, был вынужден взять на себя все заботы о семье. Но, несмотря на проблемы, он всегда был жизнелюбом. Жил неистово, обожал веселые застолья. С юных лет стяжал славу бунтаря и большого любителя женщин. Организовал клуб холостяков и написал правила холостяков. Одно из правил гласило, что каждый член этого клуба холостяков должен иметь одну даму сердца, а желательно и больше. Но он всегда был очень любвеобильный. У Бёрнса было множество романов и внебрачных детей. А за свои похождения он несколько раз сидел на скамье позора в церкви. Но во многом, благодаря амурным увлечениям, Роберт и стал поэтом. Все началось с юношеской влюбленности. Предмет его обожания – Нель – была дочерью мельника. И ей Роберт Бёрнс посвятил одно из самых своих первых стихотворений. Ему просто понравилась та песенка, которую она пела, и с которой она работала. И он на эту мелодию, он вообще был очень музыкальный, на эту мелодию он написал стихи и посвятил ей. Но его главной музой стала дочь зажиточного подрядчика Джин Армор. Ее отец был против брака с Робертом. Тогда влюбленные вступили в тайный союз. И пройдя через череду испытаний, в конце концов получили родительское согласие. Джин родила Бёрнсу девятерых детей. А знаменитым поэтом Бёрнс стал после того, как в 1786 году по совету друзей отважился издать свои стихи. Маленький томик стал событием не только в провинции, но и в столице Шотландии, Эдинбурге, где все были поражены появлением гениального пахаря. Бёрнс покорил всех своей самобытностью. Он воспевал деревенскую жизнь во всей ее красе. Он гонит вон из головы до кучной рой забот. За кружкой сердца у вдовы от радости поет. Бёрнс скремил глупости невежества, слагал красивые баллады о любви и бережно хранил шотландский фольклор. В Великобритании про него даже есть поговорка. Когда Шотландия забудет Бёрнса, мир забудет Шотландию. Мое сердце в горах, мое сердце не с вами. За оленем бежит и крадется за ланью. Мое сердце в горах, вы не верьте глазам. Мое сердце в горах, где бы ни был я сам. В России имя Бёрнса было известно давно. Но родным для нас он стал благодаря советскому поэту Самуилу Маршаку, который перевел почти половину наследия шотландца. С его подачи Бёрнс звучит на русском именно так, как этого, наверное, хотел бы сам поэт. Легко и мелодично. И во многом именно поэтому его стихи в маршаковском перевозе так полюбили кинорежиссеры. Моей душе какое нет, Весь день я жду кого-то, Без сна встречаю я рассвет, И всё из-за кого-то. Со мною нет кого-то, Ах, где найти кого-то, Могу весь мир я обойти, Чтобы найти кого-то, Чтобы найти кого-то, Могу весь мир я обойти. Сегодня поэзию Роберта Бёрнса знают во всём мире. Его день рождения – национальный праздник Шотландии. Но при жизни Бёрнс так и не смог разбогатеть на литературном успехе. И чтобы содержать большую семью, занимался тяжёлым крестьянским трудом. В конце концов, Роберт, как и когда-то его отец, надорвался И умер совсем рано, в 37 лет. Но за свою короткую жизнь Он успел не только создать множество проникновенных и ярких стихов, Он подарил миру свою Шотландию, Настоящую, свободную, Как глоток горного воздуха. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин